Здравствуйте, уважаемые читатели! Сегодня мы в гостях у врача-акушер-гинеколога и врача ультразвуковой диагностики клиники Эвкалипту Дома Екатерины Духанины. Здравствуйте, Екатерина! Здравствуйте! Давайте пока поступают вопросы от наших читателей, поговорим об особенностях вашей работы. Расскажите для начала, с какими проблемами обращаются именно к врачу-акушер-гинекологу? Это большой спектр проблем от первого обращения, когда обращается девочка 18-20 лет со стартом половой жизни, иногда раньше при нарушении цикла, девушка, которая хочет подготовиться к беременности, забеременевшая, введение ее беременности, после родов, вплоть до возраста, когда месячные заканчиваются и нужна помощь в этот период жизни. А какие гинекологические заболевания на сегодняшний день являются самыми распространенными? Во-первых, это воспалительные заболевания, то есть то, когда женщины жалуются на разнообразные выделения. Для женщин среднего возраста самые распространенные – это миомы и внутренний эндометриоз. Для женщин более пожилого возраста – это атрофический вагенит, если говорить про жалобы, это обычно сухость во влагалище. А какую роль возникновения и развития этих заболеваний играет наследственность? Наследственность очень неоднозначна в данный момент. Например, в отношении того же эндометриоза вообще неизвестен патогенез, и сейчас ищут, играет ли роль наследственность или не играет, но пока ничего однозначно не доказано. То есть сказать, что наследственность играет большую роль, мы пока не можем. А есть какие-либо симптомы, при которых необходимо незамедлительно обратиться к врачу? Первое, как я уже говорила, это выделение. То есть если поменялся цвет, запах, появился зуд, сжение, то это требует обязательно обращения к гинекологу. Если изменились менструации, обильность, длительность, время между менструациями, это также требует обращения к акушер-гинекологу. И вот первый вопрос учитателей. Всегда ли выделение свидетельствует о наличии болезни? Нет, далеко не всегда. Если у вас просто поменялись выделения, но при этом у вас нет дополнительных жалоб, таких как запах, зуд, сжение, а просто поменялся несколько объем и, возможно, цвет, это не всегда свидетельствует о болезни. Но лучше проконсультироваться к акушеру-гинекологу. А если нет никаких симптомов, как часто нужно посещать врачей-гинеколога? Гинеколога, так же, как и стоматолога, надо посещать один раз в 6 месяцев. Максимум раз в год. Реже затягивать не стоит. А первый раз в каком возрасте стоит посетить врача? Первый раз, если говорить о взрослом гинекологе, это либо дебют половой жизни, либо при наличии у вас каких-то жалоб. Это самое стандартное. Если дебют достаточно поздний, то обычно к 21 году в любом случае до гинеколога уже надо дойти. А детский? Детский гинеколог, как положено при диспансеризации, стоит его посещать. И опять же, при наличии жалоб. А расскажите о применении ультразвуковой диагностики в гинекологии. На сегодняшний день это один из ведущих методов исследования именно в гинекологии, потому что он не инвазивный, то есть вам не делают никаких разрезов, надрезов, ничего. Он очень эффективный, он информативный. То есть ультразвуковая диагностика отвечает на практически все вопросы, которые возникают у гинеколога. Следующий вопрос у читателей. Всегда ли частая смена половых партнеров приводит к ЗПП? Первое. Если у вас непостоянный половой партнер или новый половой партнер, даже если вы предохраняетесь с помощью оральных контрацептивов или с помощью спирали, обязательно используйте барьерные методы контрацепции, то есть презерватив. Потому что мало ли кто что говорит, никто не гарантирует, что у партнера нет или не было предыдущей партнерши с ЗППП. Первое. Если вы всегда используете барьерный метод, то это максимально предохраняет вас от инфекции, передающейся половым путем. А расскажите, как правильно необходимо готовиться к беременности? Первое. Это не менее чем за три месяца до планируемой беременности надо посетить акушер-гинеколога и сделать базовые мазки, УЗИ. Если там нет никаких проблем, то дальше надо пойти к терапевту, сдать общий анализ крови. Пообщаться с терапевтом на тему каких-то хронических заболеваний, потому что нередко мы вроде как у нас есть какое-то заболевание, но никто его не отслеживает. Это неправильно. Перед беременностью надо обязательно пролечиться. Следующий момент. Если вы не знаете, не уверены, болели ли вы краснухой, надо обязательно сдать анализ на антитела краснухи. Если вы не болели, привиться обязательно, потому что это серьезное заболевание во время беременности. Ну и сезонные прививки от гриппа рекомендуем также делать, потому что грипп во время беременности тоже очень тяжело протекает. А партнерам как-то надо готовиться? Партнерам обычно достаточно также какие-то хронические заболевания пролечить. Ну и и женщина, и мужчина должны начать пить фолиевую кислоту за три месяца до планируемой беременности. Мы рекомендуем обоим партнерам это сделать. А какие факторы отрицательно влияют на репродуктивное женское здоровье? Ну, первый и самый отрицательный фактор – это курение. То есть это то, от чего, если вы планируете беременность, надо отказаться однозначно. Но и не только, если планируете беременность, а в принципе. Второй фактор – это прием алкоголя, но имеется в виду чрезмерные дозы, естественно. Также слишком неподвижный, малоподвижный образ жизни и нерациональное, несбалансированное питание. То есть это основные принципы, общие принципы рационального, так сказать, питания. Их тоже надо выполнять. Вопрос от читателей. Когда после родов следует начинать половую жизнь? Половая жизнь после родов можно приступать через 6-8 недель. Это стандарт. Рекомендовано в этот период обратиться к акушеру-гинекологу на осмотр, чтобы посмотреть, нет ли каких-то дополнительных противопоказаний, и обязательно проконсультироваться по поводу контрацепции. Лактация – это не метод контрацепции, потому что многие женщины так не считают, и случаются непредусмотренные, скажем так, беременности. Обязательно через 6-8 недель после родов обратитесь к гинекологу и проконсультируйтесь. Подскажите, как восстановиться после, сейчас могу термин неправильно произнести, лапароскопии и резекции яичника? В данной ситуации, если имеется в виду ранний период, то есть у вас только произошла лапароскопия, то надо соблюдать рекомендации хирурга, которые вам даны. Если имеется в виду, что через какой-то срок начались изменения гормональной системы, то здесь надо, во-первых, отследить все эти изменения, то есть дать гормональный фон, который вам индивидуально назначен, в зависимости от вашей ситуации. Вот. Некоторым женщинам после такой операции требуется заместительная терапия, но это все абсолютно индивидуально. А так, так же, как и в любом другом случае, общие принципы – это достаточно активный образ жизни, правильное питание, отсутствие вредных привычек. А какой оптимальный возраст для родов? На сегодняшний день нет... Мы уходим от такого понятия. У нас нет сейчас понятия старородящие. Средний возраст на сегодняшний день первых родов, я подчеркиваю, где-то 31 год. Естественно, идеально первая беременность до 27 лет, потому что в этот момент максимальное количество гормонов, максимальное количество яйцеклеток в яичниках есть и максимальная вероятность рождения здорового ребенка. Но сегодняшний день нам не ставят никаких, в принципе, верхних рамок. Но надо помнить, что после 45 лет значительно снижается функция женской репродуктивной системы, и это очень значительно затруднит возможность беременности. А как правильно делать гигиенические процедуры с мылом или специальными средствами? Или можно просто водой в присутствии? Лучше использовать специальные средства, потому что PH влагалища определенный, он не такой, как PH кожи. Соответственно, использовать средства специально для этого разработанные более логично. И главное, мы во время гигиенических процедур моем наружные половые органы, а не спринцуем во влагалище. Не надо вымывать естественную флору и ту среду, которая во влагалище есть. То есть никаких попыток помыть очень глубоко или как-то иначе предпринимать не стоит. Это именно только наружные половые органы. А опасно ли при беременности для ребенка наличие кисты, в частности кисты хориона? Киста хориона не является опасным для ребенка, но ее, скорее всего, нужно будет наблюдать. Потому что есть несколько вариантов, почему она возникает, и ее надо будет отслеживать. Также, я думаю, очень частый вопрос – это кисты сосудистого сплетения. Также они не являются опасными, но их также надо отслеживать. Нередко они в течение месяца просто исчезают. А как правильно спать во время беременности? Как удобно. На самом деле, дело в том, что даже если вы попробуете спать на животе, вы не раздавите ребенка, это невозможно. Вокруг него плодный пузырь с жидкостью, с околоплодными водами, которые не дадут по-настоящему как-то ему навредить. Но на большом сроке это просто неудобно. Если говорить про сон на спине и так называемый синдром нижней полой вены, когда матка давит на сосуд и женщина падает в обморок, ну скажем так, это встречается далеко не у всех, и если у вас есть такой эффект, естественно, вы спать на спине не будете. Но опять же, большинство женщин говорят, что им на спине спать так же просто неудобно. Большинство выбирают позу на боку, и это достаточно комфортно и не противоречит никоим образом медицинским показаниям и противопоказаниям. Подскажите, невероятно ли для женского здоровья использование ежегемных прокладок? Если у вас нет никаких выделений, зуда, сжения, то вы можете использовать ежедневные прокладки. Но помните, что если у вас ваших естественных выделений достаточно много, то, соответственно, ежедневные прокладки нужно менять. Причем, как говорится, в идеале это каждые два часа или каждый поход в туалет. Но если у вас в выделении среднее количество, то хотя бы один раз в середине дня прокладку желательно заменить. Если же у вас есть какие-то патологические выделения, вас что-то беспокоит, нередко доктор может вам порекомендовать на какой-то период отказаться от ежедневных прокладок. А часто зубровлагающие это повод для обращения к врачу? Да, это повод для обращения к врачу, потому что есть ряд ситуаций, при чем он возникает, и надо определиться, и если требуется, пролечиться. А подскажите, можно ли рожать само, если до этого было кесарево сечение? На сегодняшний день предыдущее кесарево сечение не является строгим показанием к новому кесарево сечению. Но нужно помнить, что никто в начале беременности вам не скажет, да, стопроцентно вы родите сами. Это регулируется течением беременности. То есть мы смотрим на протяжении всей беременности состояние ребенка, состояние матери, состояние рубца от предыдущего кесарево сечения. И фактически, чуть ли не только в день родов, можно сказать. Да, вы можете рожать сама или нет, все-таки мы делаем кесарево сечение. А подскажите, чем опасен эндометриоз и лечат ли его? Эндометриоз – одно из самых сложных и малоизученных на сегодняшний день заболеваний. Опасен, если он появился у вас после 35 лет, впервые его обнаружили, и у вас нет никаких симптомов, то лечение он не требует. Если он появился раньше, и у вас появляются симптомы, такие как боли внизу живота, до, во время менструации, очень обильной менструации, то лечение он, естественно, требует. Опасен он тем, что у небольшого процента, ну как небольшого, 10-12% женщин с эндометриозом может развиваться бесплодие, связанное именно с ним. Но, опять же, в первую очередь нужно наблюдаться у гинеколога, и нужно заниматься лечением, если он того требует. А можно ли восстановить цикл при сбоях в цикле из-за проблем с щитовидной железой? Естественно, можно восстановить, в первую очередь решив проблемы со щитовидной железой. То есть это на самом деле на сегодняшний день очень большой процент нарушений цикла идет именно от щитовидной железы. И иногда достаточно восстановить только проблемы со щитовидной железой, чтобы вернуть в норму цикл. Но если этого недостаточно, то гинеколог посоветует вам, что еще сделать для восстановления. Сложно ли забеременеть при седловидной форме матки? Седловидная матка не является причиной бесплодия, и также она не является ни на факт беременности, ни на сроки ее наступления. Читательница интересуется, опасен ли трихомониоз на 38-й неделе беременности? Это заболевание, которое в любом сроке требует лечения. И если, я думаю, что все женщины планируют в первую очередь роды через естественные родовые пути, его обязательно нужно пролечить. То есть опасность он принесет именно во время самих родов. Но тут уже будут решать врачи-акушерогинекологи, принимающие роды, если лечение не успеет быть проведено. А из-за чего может возникать замершая беременность? Замершая беременность на сегодняшний день, большая часть причин это так называемый генетический сброс. То есть что я имею в виду? Либо в яйцеклетке, либо в сперматозоиде может возникнуть поломка генетическая, абсолютно случайная. Дальше происходит обладотворение, беременность как бы наступает, начинает развиваться, но из-за этой генетической поломки в определенный момент развитие останавливается. И, соответственно, беременность замирает. Сказать, что у вас опять, у того, у кого была замершая беременность, она будет обязательно опять? Нет. Это был случайный генетический поломка генетическая. И подчеркиваю, она могла быть как в генетическом материале женщины, так и в материале мужчины. А подскажите, всегда ли очень болезненно проходят месячные? О чем это может говорить? Если болезненные месячные, в первую очередь это повод обратиться к гинекологу, потому что нередко за ними скрываются разные заболевания, в том числе, например, эндометриоз. Но также иногда есть так называемая первичная дисминария или идиопатическая дисминария. То есть просто у женщины такая особенность. Но, тем не менее, это как бы диагноз исключения. То есть мы должны сначала исключить все причины, потом говорить, что нет, это ваша такая особенность. А правда ли, что возможности забеременеть двойней и тройней обусловлены генетически? Нет, это не правда. Любая женщина может забеременеть двойней и тройней. И когда говорят, а вот у нас в роду были, поэтому есть, на самом деле это объясняется немножко по-другому. Любая женщина, у которой раньше, то есть до начала 20 века у большинства было 10, 12, 16 родов. Соответственно, вероятность двойни у них просто была гораздо выше, чем у сегодняшней женщины, которая рожает 1, 2, 3 раза. А можно ли родить после перенесенного онкологического заболевания? Онкологические заболевания – это одна из самых сложных тем для беременности, потому что большинству больных онкозаболеваниями или ушедших в глубокую ремиссию, нельзя никакие вообще гормоны. А беременность – это всегда взрыв гормонов. Поэтому разрешение или запрет на беременность в первую очередь дают лечащие врачи-онкологи по конкретному заболеванию. Читатели интересуются, как попасть к вам на прием? Я работаю в клинике «Эвкалипту дома», группе компании «Олимпо-здоровье», адрес жилой массив «Олимпийский дом 6», телефон, я думаю, укажем. Ему в интернете можно найти. И, к сожалению, наше время подходит к концу. Что вы можете пожелать нашим читателям, читательницам? Я желаю читательницам, чтобы они следили за своим здоровьем, чтобы у них было как можно меньше причин обратиться к гинекологу по жалобе и просто приходить на плановые осмотры. Спасибо.